Привет друзья, у микрофона как всегда я, Серега. Многие из вас, кто наблюдает за моим каналом уже приличное время, знают, что иногда я просто обожаю собирать в своих выпусках самые невероятные и самые безумные детали, которые разработчики оставляют в своих играх. Но вот сегодня я хочу немного поэкспериментировать с этой рубрикой и в сегодняшнем видосе показать вам такие же мелкие детали, которые многие из вас скорее всего пропускали при прохождении. Но это будут не просто детали, а самые грустные и печальные детали. Ну а теперь я вам советую скорее усаживаться как можно удобнее у своих мониторов, но я уже буду начинать. Погнали! Ну и начать сегодняшний выпуск я хочу с обожаемой мною игрухи, которая по-любому также нравится и вам, и это Безумный Макс. Постапокалиптический мир, крутые тачки, неистовые погони, а также атмосферные герои. Эта игра заслуживает просто высшего балла, а также она под завязку наполнена пасхалками, искать которые я также обожаю. Но вот помимо всего этого, есть в ней и одна печальная мелочь. Забравшись в один из городов, а именно тот, где правит перс по имени Помойка, в одном из окутков этого огромнейшего строения мне удалось встретить картину, которая просто заставляет сердце замереть. В комнате, наполненной трупами, которые также плавают в рядом стоящей наполненной кровью в ванной, стоит маленький ребенок и держит в своих руках человеческий череп. А еще взгляните на глаза, наполненные ужасом и горем у этого юного человечка. Просто нет слов, либо это часть тела кого-то из близких, малыша которого он потерял, а может это даже и принадлежало его родителям. Просто ужасающая картина. Далее давайте отправимся в мир гангстеров в переиздании самой первой мафии, в которой мне удалось также найти парочку печальных моментов. И первая такая мелочь находится в миссии, когда мы перед гонками, похитив автомобиль лидера, вносим в его конструкцию непригодные для езды изменения. Так вот, в этом моменте, когда мы возвращаем болид обратно в гараж и проезжаем по мосту Джулиана, то видим собравшихся на нем людей и стоящую рядом карету скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. И как только мы подъезжаем к этому месту, то видим, что собрались люди, чтобы отговорить бедолагу от прыжка с огромной высоты. Если мы попытаемся к нему подойти, то он тут же сиганет вниз без шансов на жизнь, оставив лишь после себя одну записку, в которой говорится, что решился он на этот поступок после того, как подцепил сифилис. Жалко, конечно, человека, ведь в наше время эта болезнь лечится без особых сложностей. А вот вторая печалька находится уже дальше по сюжету. После того, как мы отпускаем предавшего Дона канцелярии Фрэнка Каллетти с его семьей в целости и сохранности, то если после всего посетить местное городское кладбище, то на его территории можно будет отыскать три жутких могилы с именем Фрэнка и его жены и дочери. Видимо, после того, как мы подарили ему жизнь, Дон в это не поверил и все-таки нашел бедную семью и до конца совсем разобрался, не пожалев даже малышку. Кстати, об этом даже упоминается в финале игры. Продолжаем и переходим к бывшему эксклюзиву для плойки, который уже, к моему счастью, вышел на ПК. И это первая часть превосходной Horizon Zero Dawn с рыженькой милашкой в роли главной героини. В общем, здесь в одном из моментов, если забраться на огромного ходока, который здесь служит точками синхронизации, и прокатиться на нем по его маршруту, и в нужном месте выпрыгнуть на уступ, который позволит забраться еще выше, мы с вами в итоге попадем в место, похожее на укрытие, с останками костра и двумя лежащими на земле истлевшими скелетами, которые, если приглядеться, держатся за руки, и их головы повернуты друг на друга. Видимо, эта пара была настолько влюблена, что даже умерли они в одно время, наслаждаясь до конца друг другом. Очень жалостливая сцена. Кое-что подходящее для сегодняшней тематики нашлось и в ремейке третьей части Resident Evil. Следуя по сюжету, мы в одном из моментов столкнемся с одним старым знакомым, а также близким другом полицейских из Старс, здоровяком Кенда. Джилл тут же обрадуется неожиданной встрече еще одного адекватного знакомого, однако поведение его подозрительно странное, и неудивительно, ведь фанаты серии знают, что у него есть дочь, и что на тот момент она уже, к сожалению, заражена вирусом. А кто играл, также в ремастер второго Резика знает, что с ним случится. В этой же части, после его ухода, можно подойти к двери, куда зашел Кенда, и услышать разговор отца и дочери перед теми самыми драматическими событиями. Ты это, не волнуйся с меня, я что-нибудь... Хорошо? Уж надеюсь, ты оружейник от Бога. Да нет, да. Не натвори глупостей. А ну, для этого же есть ты! Удачи, Джалла. Все хорошо, Дековка, хорошо. Ты молодец. Так как совсем недавно вышло переиздание всей серии легендарной Mass Effect с улучшенной графикой и прочими плюшками, так давайте-ка заглянем и в эту космическую Одиссею. А именно, нам нужна вторая часть. На огромной космической станции Омега в зоне, зараженной чумой, можно взломать дверь и попасть в комнату, где на полу лежат два мертвых турианца. Здесь же попробуйте прослушать записи, настоящие рядом компьютерной консоли, и вы услышите все, что здесь произошло и чем в итоге закончилось. Вначале говорится, что эти двое были заперты здесь из-за того, что они были инфицированы. И далее можно проследить всю цепочку вплоть до их смерти, и того, что второй после гибели первого продолжал ждать своей участи, разговаривая с трупом и явно уже поехавшей кукушкой. Как же это больно узнавать о подробностях произошедшего. Кстати, кое-что печальное нашлось и в следующей третьей части Mass Effect. Для нахождения нужной нам детали отправляемся в посольство на Цитадели, и уже здесь у стойки для информации встречаем пожилую женщину, разговаривающую с сотрудницей посольства Азари. Так вот, в первый раз мы видим, как они мило общаются и явно знают друг друга, так как Азари является невестой сына пожилой Терезы, который ушел на войну. Ну и если посещать это местечко периодически, то мы поймем из последующих разговоров, что сын женщины уже давно не выходил на связь, что конечно же дает нам понять, что он погиб на войне со жнецами, так как при следующих встречах она даже перестает узнавать свою невестку, явно намекая на последствия, то есть провалы в памяти, после того, как она узнала о случившейся трагедии. Очень грустно наблюдать за такими событиями. Продолжение следует... Давайте-ка посмотрим на кое-что грустненькое и в первой части хакерской игрухи Watch Dogs. Если вы играли в нее, то конечно же знаете, на чем завязан весь сюжет, а именно на месте крутого спеца-хакера Эйдена Пирса, после гибели от рук бандитов его шестилетней племянницы Лены. Так вот, если мы отправимся на центральное кладбище Чикаго, то конечно же найдем там эту самую могилу малышки. Кстати, у нее будет разворачиваться и финальная часть. Но как мы знаем, погибла Лена не здесь, а в тоннеле в автомобиле, подстреленном преступниками. Если мы отправимся к этому самому тоннелю, то входа в него также отыщем место памяти в виде креста с именем, и фотографией племянницы с плюшевой игрушкой в руках. Знаменитая и многими любимая серия видеоигр по комиксам DC, а именно серия Arkham, также имеет некоторые печальные детали, которые я собрал сегодня в нашем выпуске. В общем, самая первая часть также содержит в себе кое-что подходящее. Все мы знаем о зверствах, которые может творить безумный Джокер, явно ни во что не ставя чужую жизнь. Так, передвигаясь по канализации, мне в одном месте удалось потихоньку подкрасться к одному бандюгану, который как раз общался по рации с клоуном. Ну и из услышанного я просто офигел от жестокости, так как после доклада Джокер предложил сломать ноги жене парня, и принудил его согласиться, ибо избежать чего-то более ужасного. А после и вовсе рассказал шутку о парне и жене без ног. Представляю, что же в тот момент творилось в голове этого бедолаги, и как же его разрывало от ярости из-за услышанного. Но, к сожалению, мы знаем, что поделать он в итоге ничего не мог. Ой, мне жаль. В следующий раз, когда соберусь захватить какой-нибудь остров, обязательно все спланирую. Нет-нет, я не той милки. Я не против конструктивной критики. Никто не идеален. Хотя, если подумать, я очень близок к идеалу. Не так ли? Так, а чем это я? Ах, да. Кринь, я такого ничтожества, как ты? Ты жалкий червяк, ползающий у меня под ногами. И то только потому, что я открыл его клетку. Этого я не потерплю. Извините, Борг, я ничего такого не имел в виду. Пожалуйста. Ну, вижу, ты раскаивался. Ладно. Далее у нас по списку идет зомби-выживастик Dying Light. И то, что в нем я отыскал, вам просто взорвет мозг. В общем, вы хоть раз задумывались, что происходит с разумом зараженных после того, как их поглотил вирус? Действительно ли они окончательно мертвы? Так, если же мы попробуем некоторые особи немного ранить выстрелом из пистолета или же чем-то менее убийственным, то получив ранение, они тут же начнут закрываться руками, а некоторые даже просить о помощи. И отсюда становится понятно, что разум у зараженных остался прежним. Но вирус, как оказывается, полностью взял контроль над телом. И эти бедняги ничего не могут поделать, а лишь наблюдать, как бы от первого лица, что же с ними происходит после укуса. Печально наблюдать за тем, что в итоге мы расправляемся с ни в чем не повинными людьми. Ну и как вам новый выпуск? Заслуживает ли он вашего лайка? Если да, то почему вы его до сих пор не поставили? Поверьте, это мне действительно сильно поможет в продвижении канала. А я за это буду признателен каждому, кто это сделает. Ну и конечно же не забудьте порадовать меня своим подписанчиком. Ну и если вы это все уже провернули, то тогда от вас лишь нужно нажатие на колокольчик, чтобы вы оставались в курсе моих новых выпусков. А теперь я с вами прощаюсь. До скорых встреч, мои друзья. Пока!